всем привет вы на стиле и с вами как всегда дарья носик за окном такая прекрасная теплая осень яркие цвета насыщенные оттенки сегодня будем говорить о стрелках и об осеннем макияжа погнали стрелки всегда были в моде невозможно представить таких икон стиля как марлин монро как софи лорен кто еще у нас был как одри хоббер действительно без стрелок они их сопровождали всегда тонкие широкие изящные хищные стрелки всегда украшали женский образ я вам покажу как выбрать карандаш хотя ты знаешь нет нет вот я тебе я тебе расскажу и вам все расскажу вот смотрите приходим в магазин берем карандаш вы наносите карандаш на руку любой карандаш неважно стойки не стойки он должен вот так хорошо тянуться мы берем другой карандаш и наносим рядом этот карандаш тоже очень хорошо тянется но проходит какое-то количество времени и что мы делаем тот карандаш который не стойки он продолжит у нас тянутся в разные стороны а тот карандаш который был у нас стойки все он зафиксировался и никуда не двигается то же самое касается подводок тоже касается гелевых подводок и если вы захотите использовать помаду для того чтобы нарисовать стрелку вы тоже должны выбрать очень-очень стойкую текстуру все мы начинаем рисовать наши стрелки берем карандаш и прокрашиваем смотрим вниз слизистую прокрашиваем межресничное пространство без этого ни одна стрелка не может существовать объясню почему если у нас будет светиться с вами слизистая у нас будут стрелки отдельно ресницы отдельно глаз отдельно когда мы прокрашиваем слизистую у нас все собирается в одну композицию и наша стрелочка выглядит очень красиво однородно и изящно наша стрелочка будет выходить прям из самого-самого уголка глаза сделали вот такую засечку это засечка нам говорит что когда мы будем проводить долю ресничного края линию что ниже вот этой засечки мы не будем опускаться следующим этапом мы с вами прокрашиваем долю ресничного края делаем тонкую тонкую линию и эта линия у нас выходит очень аккуратно из внутреннего уголка как бы из под ресничек и наша стрелочка начинает расширяться у внешней радужки самое сложное знаете что в нарисовании стрелок нарисовать вторую такую же что мы сейчас и будем делать когда вы выбираете черную стрелку помните что тем самым вы создадите очень графичную стрелку очень яркую очень я бы сказала торжественную такая стрелочка продать подойдет для вечернего макияжа если вы хотите стрелочки носить каждый день выбирайте коричневую подводку особенно это касается блондинок либо коричневый карандаш голубые ярко-зеленые ярко-розовые какие-то неоновые стрелки ярко-оранжевые могут позволить себе носить только очень молодые девушки в теплое время года но вот наши стрелочки готовы красивые изящные трендовых оттенков вы были на стиле к пока